друзья дорогие трейдеры всех приветствую с вами педро брауфи и вы смотрите обзор рынков ежедневный обзор рынков в течение которого мы с вами посмотрим что можем делать с разными активами начиная с фондового рынка сша заканчивая криптовалютой также дотронними пары форекса посмотрим что можно делать в течение дня внутри дня что произошло с прошлого раза фон новостной разберем и к тому же посмотрим какая перспектива в средние сроки есть у разных валют у разных активов и в целом от чего можно отталкиваться и где найти энергию для дальнейшего движения цены по поводу сегодняшнего обзора единственное что придется вам напомнить что опять же скорее всего не нужно будет напомнить вы все знаете что bitcoin все-таки вырос продлил свой рост с прошлого раза как вы проводили в пятницу обзор таки как бы предположение было на то что скорее всего рост продлится и рост продлился до пятидесяти тысячи эта цифра тоже кстати была названа в этом обзоре в данный момент что происходит и что будет с рынком криптовалюты тоже посмотрим кардану и диэй токен довольно известный тоже продолжает свой рост он пробивает свои максимумы дальше продвигается вверх и немножко по дочку тоже какая-то на вас какой-то новостной фонд уже его разберем как обещали конечно же с криптовалюты так и начнем поскольку самая горячая тема сегодня именно если взять сегодня вчера и позавчера то криптовалюта все-таки как мы видим на графике биткоина друзьям 50 тысяч и отметка прорвана единственное что прошлый раз когда мы общались по поводу криптовалюты по поводу биткоина она находилась в районе 47 тысяч и вот здесь вот этот район и мы как бы предполагали что скорее всего движение вверх продлится скорее всего даже до пятидесяти тысячи но а дальше если мы хотим продлить свои покупки то нужно иметь ввиду что тут по факту до отметки сорок семь тысяч она еще раз может упасть ближайшее время с целью того что просто коррекционно набрать снова груз до единственное что тут сигналов разворота нету ни на одном графике есть очень такая короткосрочная дивергенция который скорее всего и намекает на 15 минутам графика намекает вероятность дальнейшего снижения в краткосроке то есть опять же очень краткосрочное снижение 47000 это слишком слишком далекая цель лучше взять 49 наверное 48 500 и ситуация по фильму должна быть относительно похожа конечно рост по итогам прорыва максимума 3300 был не очень-то впечатляющим как по биткоину да но здесь 3340 350 в данный момент пока еще будем ждать продолжение нисходящего нисходящая коррекция единственно что отталкиваться лучше нам от ближайшей поддержки которые есть у нас 3250 давайте 3200 пусть будут нашим ближайшими ближайшим диапазоном со того чтобы вот эта коррекция совершилась цена как будет прибраться если умеренно с низкой амплитудой и очень тихо без импульса то скорее всего цена может и ниже спускаться но единственное что скорее всего мы тут столкнемся с нисходящим импульсом затем цена снова вернется либо в боковик либо же восходящее движение продлится в рамках этого же боковика дальше боковика конечно же нас ждет рост цена все еще не дошла до верхней границы канала поэтому тут потенциал очень сильно велик на графике фиреума и на графе биткоина тоже кстати спасибо что пишите комментарии под видео и пишите какие активы вас интересует мы их тоже разберем обязательно попросили разобрать сегодня фунт новозеландец под видео под видео прошлого обзора и австралиец новозеландец если не ошибаюсь в общем все эти активы уже у меня есть перечислены внизу сейчас мы к ним переберемся да по поводу карданы по поводу бесконечно в общем сейчас мы наблюдаем за этим единственное что еще довольно такая интересная новость по поводу того что приблизительно одна третья часть вот с приложения или как сказать точнее от спроса точнее спроса до биткоина за рынком находится то есть он не в рынке и этот фактор тоже нужно учитывать при дальнейшем дальнейшей торговли и же спекуляции для инвестиций в биткоин кстати один из известных инвесторов рассказал по поводу биткоина на что лучше обращать внимание ближайшее время свое инвестирование если что не забудьте о том что по факту первый пункт все майнеры уже начинают свою деятельность и они все находятся в америке это очень важный фактор то есть в американском континенте то есть мощность хешрейта переходит туда и по поводу того что мы обязательно обращайте внимание на индексы страха и жадности и настроение криптовалюта которые дают глас нод и еще одна компания мы кстати все эти компании перечисляем у нас новостях идут есть и в телеграме и в инстаграме и также в фейсбуке вы за этими новостями можете следить и их ресурсы можете найти и сам и тоже кстати заниматься изучением дальнейшем и покупайте битком всегда выше 200-дневной скользящей средней вот он дает такой интересный сигнал который можно воспользоваться скорее всего скользящей средней для биткоина не очень классные штуки им на самом деле можно торговать очень хорошо так вернемся к фундаме к более традиционному рынку начнем с фондового рынка сша и продолжим форексом друзья snp и dow jones выросли на некоторые ожидания некоторые слухи которые опять возникли как мы видим как и ранее я упомянул такое ощущение что не как бы рынок за фарсом до двигается а именно фарс за рынком следить и тупо его контролирует точно так же как и китай кстати недавно заявили о том что они не допустят сильное снижение цены на акции как мы видим акции китая как здесь на графике шангай композита вот такой вот рост совершился здесь и шангай композитор тоже и 50 есть здесь по моему да есть и 50 к сожалению на этот дневной давайте сейчас мы перейдем на пятнадцатую минутку чтобы ловить но относительно такой рост им еще дальше упасть так о чем говорили по поводу фондового рынка сша вот и вот эти слухи на фоне этих слухов встречи в джексон холле мы видим что опять цена акции выросли доллар дампели где его именно дампели сейчас тоже конкретно посмотрим разберем индекс доллара сша десятилетняя облигация под давлением и индекс доллара сша который кстати по итогам бритеса 93 относительно 70 до 93 70 60 он вернулся назад являлись ли эти отметки целевыми какими-нибудь там историческими об этом кстати на прошлое прошлый раз прошлом обзоре мы говорили что по факту вот это сопротивление которые здесь 93 40 60 мы назвали и назвали этот диапазон сэрю ретеста и мы видим после ретеста этого диапазона цена разогнулась вниз но не похоже на то что это разворот тенденции пока еще тут есть канал на которого вам лучше всего обращать внимание больше всего обращать внимание на этот канал и до потенциал дальнейшего снижения и на сам факт что по факту 90 хотя это не особо то и уровень наверное выше находится этот это зеркаль это зеркальная отметка но приблизительно где-то в этом диапазоне 92 60 92 40 диапазона последующие последующие последующего ретеста как быстрее цена какая-то от меня там переберется это признак того что развернется скорее всего как медленно и приберется к этим отметкам вероятно с развороту доллара не будет снижаться главное что он быстро прибрался к этим поддержкам если он очень медленно будет спускаться возможно дальнейшего снижения присутствует хотя это совсем не совпадает с фоном в рядности повышения процентов и сша поэтому опять же друзья как мы смотрим на сегодняшнее укрепление китайского и фондового рынка никак коррекция коррекционные движения точнее потому что вы и заметил воспринимать и по-разному слова коррекции коррекцию и коррекционное движение коррекционное движение тоже переходим к инструментам друзья мы посмотрели китай посмотрели фондовый рынок сша переходим к инструментам быстренько разберу чтобы время особо не тратить ваша драгоценная так по евро с прошлого раза цена вышла с боковы к это довольно хорошо сценарий совпадает сценарием общим способ по поводу спада доллара сша евро продолжает свой рост 117 тестируется будете сервисом будет тестироваться дальше в целом скорее всего дальнейший рост его ждем 117 40 а как минимум единственно что лучше дождаться тут при теста ближайших поддержек фунт ситуация относительно похоже с прошлого раза мы получили кстати по этой конвергенции получили разворот и несмотря на то что он новостного фона новостного не было указывающее на то что будет такой разворот на фондовом рынке получая отражаться на фунт на евро тут конвергенция нам технический фактор предотвратительно об этом предупредил поэтому обращайте на это тоже внимание и в раб в районе локального минимума исторического получили этот разворот цена добиваться от вера от от дна как говорится вроде бы дна рынка но пока цена не не укрепится надо 1 38 это по поводу фунта друзья по поводу евро пока цена не укрепится хотя бы надо 1 17 60 рано говорит о том что цена сейчас мы находимся в рано на развороте разворот вот это разворота который мы сейчас говорим который вероятность его очень низко она зависит от дальнейшего укрепления фондового рынка сша который тоже кстати просто так может произойти как вы уже видели но давайте по поводу этих пар мы возьмем более консервативного более консервативной отметки 1 38 пусть будет даже по фунту по евро пускать 1 18 пока мы ниже этих отметок по поводу разворота ну поздно рано еще говорить фунт новозеландец об этом тоже просили об этой паре консолидация пока еще продолжается фунт в целом было подавлением также точно так же как и новозеландец фунт по определенным по другим причинам новозеландец по причине распространение ковида относительно от верхушки канала мы отбились вниз от психологической отметки мы отбились вниз по фунт новозеландец поэтому дальнейший рост единственное что если мы не спустимся ниже 1 98 80 скорее всего рост может еще продлиться но в целом скорее всего перед нами разворот то есть снижение извините в рамках канала разворот так не сильно уже его видно австралиец доллар расширение здесь происходит друзей я не знаю хороший момент для покупки но лучше дождаться скорее всего ретеста 071 40 по поводу австралиец новозеландец тоже просили цена тестирует относительно зеркальную отметку зеркального сопротивления лучше дождаться до него до укрепления над ним скорее всего 1 050 наверное слишком далеко буду 1 050 слишком далеко 1 048 1 048 и если протестируется импульсивно то цена дальше развернется вниз если протестируется импульсивно 1 048 049 если она будет протестироваться с поджатием то есть поджать цены к ним и умеренный рост без всяких сигналов разворота вниз то скорее всего дальше нас ждет рост новозеландец доллар под давлением но растет по мере снижения доллара сша тут есть локальное сопротивление которым можно отталкиваться но 6850 хорошая отметка пусть протестируется еще раз потом посмотрим на что она способна на что новозеландия способен ситуация по новозеландцу по новой зеландии нельзя назвать хорошим хорошим потому что распространяется ковид в целом страх есть и доллар сша как мы видим корреляцию золотом относительно потеряла последнее время причем потому что доллар сша тоже превращается в актив защитный когда дело идет о кризисах это дело идет о вероятности там распространение ковида и так далее вакцинация хорошо идет файзер и биотех сегодня получит окончательную окончательное одобрение FDA в случае есть ли такая тенденция продолжается то и на золото она отображаться будет как мы видим отображение есть на золото причем потому что с вакцинацией вопрос довольно такой серьезный то есть если у нас был новостной фонд который ну перед перед этим был новостной фонд который привел к тому что вот такой вот рост произошел с 10 августа по 17 то этого новостного фону уже нет уже давно его нет и ждать его ну пока скорее всего рано причем потому что мы еще до карантина следующего не дошли или же до прям конкретного спада фондового рынка тоже не дошли по поводу программа продления покупки активов фрс мы ничего не знаем пока еще как вы видите они еженедельно перебываются и этот фактор лучше технически найти сначала какие-нибудь перепосилки на графиках потом уже дождаться фундаментального фактора сейчас такой рынок сейчас именно такой рынок один 1800 очень классная очень классная отметка мы под ним находимся от этой отметки мы отталкивались долгое время с целью того чтобы понять золото куда идет ниже 1800 значит ниже пойдет если выше 1800 значит будет идти дальше вверх как видим сейчас мы под 1800 тестируется ли она будет тестироваться ли она импульсивно это плохо если она будет тестироваться импульсивно потенциал дальнейшего роста в случае если что есть до 1820 как минимум но опять же тут нужен фон тут нужен новостной фон технически к этому перепосилки в виде конвергенции даже мягкой тут к сожалению нет и разворота вниз а то и разворот вниз тоже по золоту не наблюдается а сигналов о развороте вниз тоже по золоту нету очень если короткосрочно посмотреть на цену золота то скорее всего локальную поддержку можно взять целью дальнейшей торговли насколько можно от каких отметок отталкиваться 1780 1700 скорее всего семьдесят восемь от этих отметок скорее всего это где поза можно отталкиваться и дальнейшего дальнейшей торговли ритест импульсивный вверх если пойдет то она будет отображаться и на доллар си чф на доллар франк и на доллар иену тоже пока снижаемся по евро франк франк по доллар франк и по доллар иена тут мы идем на повышение причина в чем скорее всего в том что иена слабая из-за того что недавно и недавно и релизы говорят о том что к сожалению япония получит еще один сильный удар из-за закрытия из-за карантина которые вот грядут которые уже кстати начались японии и как мы видим доллар несмотря на слабого доллара тут у нас рост но этого этому росту нельзя доверять просто по причине того что мы уже тестируем верхушку канала обращайте на это внимание и есть рядышком какие-нибудь от этого можно было бы отталкиваться рядом совсем нет возможно есть но скорее всего что нет 110 40 110 200 пуст над этим над этим диапазоном цена укрепится если будет этот диапазон протестировать быстро импульсивно то это нехорошо если протестируется диапазон умеренная цена укрепится на дне постепенно идет на повышение то это хорошо в целом скорее всего мы отобьемся от этого диапазона по мере дальнейшего ослабления доллара в случае если она произойдет в случае если она произойдет то имеется ввиду просто просто временный рост фондового рынка сша то есть куда мы ставим с целью продолжение роста там евро фунта да там австралийца но зеландца по отношению доллар это очень краткосрочный скорее всего рост который возможно будет продлиться а так мы в боковике находимся по фондовом рынку фондовом рынке по индексам фондового рынка сша из-за этого в этом боковике можно торговать то есть будет дальнейшего роста вот этих евро фунта австралийца в зеландце пока ничего уверенного нельзя сказать евро франк снижение рассказали тут поддержки есть локальные относительно 1072 пуст будет единственно что уставить на снижение гораздо логичнее чем на повышение а нефть никак не может подниматься давайте попробуем вас глазе возможно сегодня поднимется давайте его как говорится разозлим никак не может никак не может а вот сегодня сможет скорее всего до отметки 64 62 все еще мы в этом боковике находимся кстати о том что мы зайдем в этот боковик я рассказал это два-три дня назад об этом были перерассылки о том что сзади войдет в этот боковик боковик продолжается мы середину боковика еще не пробили скорее всего снижаемся потому что тут расширяющаяся формация особенно если протестируем 40 64 доллара и близи 64 63 80 импульсивно то развернемся скорее всего вниз снова единственное что если мы умеренно будем расти и ампилитуда не сильно будет увеличиваться по мере ретеста 64 то скорее всего дальше не разворота продолжение роста поэтому на этот факт тоже обращайте внимание когда доллара начнет снова падать вот тогда нефть продлить свой рост не так умеренно а более-менее нормально доллар пока консолидируется и доллар канадец тоже консолидируется 12720 есть и тут рядышком уровне но единственно что можно брать сопротивление 128 то есть 29 2880 и поддержка очень далекая из-за этого скорее всего есть и в ближайшее время мы хотя бы половину этого импульса наполовину этого импульса не снизимся вот этого импульса или же начнем консолидироваться здесь надо 12660 да то это хороший сигнал для доллара сша против нефти поводу битком воды фирма тоже посмотрели рассказали вы увидели услышали надеемся что этот тренд будет продолжаться дальше кардана кстати 128 и 5 поджимается к сопротивлению потенциал снижения до середины вот этого импульса возьмем 2 и 60 ниже 260 скорее всего все плохо если 260 протестируется импульсивно либо же мы начнем консолидироваться в районе 260 то это довольно хорошо для дальнейшего роста это может быть слава дальнейшего роста откат мы ждем единственное что возможно в ближайшее время 3 доллара тоже протестируется если биткойн будет хотя сходочку ну да если битком будет дальше расти ведь она очень сильно резкий такой подъем с очень маленьким с очень маленькой амплитудой то есть тут я не могу сказать что есть какая-то энергия скорее всего дальше можно дождаться выхода с этого боковика возможно 48 тысяч 50 1 тысячи пусть 50 1 тысяч 40 8 тысяч если она пробьет этого боковика потом дальше посмотрим верхушка этого боковика если протестируется импульсивно это плохо нижняя часть боковика если протестируется импульсивно это хорошо друзья спасибо что смотрит этот эфир надеюсь что она была полезна если будут у вас вопросы или же комменты или же другие активы которые вы хотели разобрать о которых я забыл сегодня рассказывать обязательно пишите тоже мы их попробуем разбирать к следующему эфиру и в целом до следующего эфира всем хорошей здоровья пока-пока